Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Пропавших в шторм мальчика выщут даже в Туапсинском районе. Береговую линию обследуют и беспилотники. Активистам ТОС могут назначить поощрение. Известный российский правозащитник встретился с сочинскими общественниками. Лучшие ученики в Сочи будут ездить в автобусах бесплатно. Первые 110 карт отличника уже вручены владельцам. Танцуй школа. В Сочи завершился третий сезон конкурса. Свой успех удалось повторить прошлогодним победителям. В Сочи для поиска пропавших в море подростков используются беспилотники. На курорте продолжается поисково-спасательная операция. Для координации работ на территории Лазаревского пляжа Багратион развернут городской оперативный штаб. Поиск ведется по береговой линии протяженностью 145 километров на территории Сочи и 4 километра на территории Туапсинского района. В общей сложности задействованы 263 человека и 53 единицы техники. Водолазы обследуют акваторию. Сотрудники Росгвардии для поиска применяют беспилотники. Напомню, вечером 25 февраля стало известно, что двух 14-летних школьников при переходе реки Псезуапсе унесло в море волнами. На место были незамедлительно направлены спасатели. Самые резонансные судебные процессы и темы, которые беспокоят общество от обманутых дольщиков до самостроев. Об уголовных и гражданских процессах говорили на коллегии Краснодарского краевого суда. Посетил заседание и руководитель исполнительной власти региона Вениамин Кондратьев. Тон встречи губернатор задал с первых минут выступления. Без взаимодействия и сотрудничества всех трех ветвей власти в регионе невозможно построить стабильное общество. Важно не перекладывать ответственность друг на друга и работать сообща. Глава региона отметил, что власть должна быть выше любых частных интересов и соответствовать запросам общества. Судебная власть – это не инструмент передела собственности. У кого бы она ни находилась и чьей бы она ни являлась, ни в коем случае не инструмент передела собственности. Это власть. Власть, которая стоит над любимыми интересами. Тем более огромный сегодня запрос в обществе на справедливость. Если мы этот запрос не удовлетворим, то, по большому счету, я уверен, что очень быстро будет идти ротация. Неважно в какой власти. Очень быстро. Поэтому не нужно думать, что мы, вы, все мы вместе, неважно в какой власти, пришли надолго. До тех пор, пока на самом деле будем выполнять качественно свою работу. В зале собрались судьи всех уровней. В прошлом году их усилиями было рассмотрено 830 тысяч только гражданских дел. По сравнению с 2018-м их количество выросло на 50 тысяч. Это говорит о том, что люди все больше доверяют судебной власти, которая, в свою очередь, старается вести свою деятельность прозрачно. Председатель Крайсуда Алексей Шипилов отметил, что в системе правосудия региона произошел ряд важных изменений. С 1 октября 2019 года начали свою деятельность в кассационной и апелляционной суде общей юрисдикции. Введена в действии новая судебная процедура – сплошная кассация. Это повышает требования к соблюдению правоциальных правил и написания правовых актов. О работе по снижению нагрузки на суде рассказал председатель законодательного собрания Краснодарского края. Именно в ведении ЗСК находится Институт мировых судей в регионе. Нам хорошо известна и ситуация с нагрузкой на мировых судей, с условиями их работы, особенно с учетом новых вызовов. Именно поэтому буквально вчера на 33-й сессии законодательного собрания края мы внесли изменения в региональный закон о создании судебных участков и должностей мировых судей в Краснодарском крае. Для равномерной нагрузки на них были уточнены границы трех судебных участков в Краснодарском округе города Краснодара. Совершенствование судебной системы – это один из инструментов увеличения качества рассмотрения дел. Благодаря совместной работе краевой администрации, правоохранительных органов и судов удается снижать социальное напряжение. Глава региона отдельно остановился на вопросе с обманутыми дольщиками. Справедливости уже добились тысячи граждан. Судами края итоговые решения вынесены по 61 делу в отношении недобросовестных застройщиков. Совокупный ущерб по ним превысил 7 миллиардов рублей. Сейчас много идет разговоров, что вот мы позакрывали собственников и руководителей компаний. И якобы обрушиваем вместе уже исполнительная судебная власть, строительный сектор. А то, что они обрушили жизнь, так как никто это не учитывает. Вот когда я встречаюсь с комитетами обманутых дольщиков, и они говорят, а как же так? И почему он на свободе? А почему он гуляет? А почему он где-то? Мы просто должны сделать неотвратимость и для них наказания. Что если ты вот сегодня в целом федеральный закон изменен, и даже в рамках сегодняшнего же нормы, они должны понимать, если ты взял на себя ответственность построить жилье, то это в первую очередь социальная ответственность перед населением. Не бизнес, а социальная ответственность. Потому что люди последние продают, занимают деньги, неважно у кого, берут кредиты в банки и вкладывают вот в это жилье. Губернатор обратил внимание судей на исполнение закона о недопустимости возведения жилых домов на береговой линии. С прошлого года действуют ограничения на капитальное строительство в 500 метрах от моря. Запрет не касается отелей, санаториев и гостиниц. Все вы жители нашего края, я здесь хотел бы, чтобы вы не просто профессионально выполняли свой долг, это безусловно, но и были сторонниками в том числе уровня жизни, качества жизни, комфорта жизни в нашем крае. И вот этот закон, который мы приняли, краевой, мы вынуждены были это сделать, где запретили строительство в 500-метровой зоне от моря. Но тогда мы все вместе должны создавать, что мы хотим от нашего побережья, во что мы хотим его превратить. Нам нужно, чтобы это была курортная составляющая, будущая, перспективная, чтобы санаторий, отели, гостиницы там строились. Поэтому поддержите применение этого закона, потому что невозможно, в этом случае мы ничего не сделаем и никакого курортного будущего у нашего побережья не будет. Вообще во всем, что касается особенно ценного для плодородной Кубани ресурса, земли, губернатор призвал занять жесткую позицию. По мнению главы региона, необходимо максимально досконально подходить к делам, касающимся земельных споров. Попытки перехитрить правосудие через экспертизу недопустимы. У нас самое ценное, что на Кубани есть, это земля. Я уже даже не говорю про лесной фонд. Уже сельхозугодие, уречки и винзаводики модные пошли в рамках правого поля. А как иначе? А если это особо ценная земля, есть такая категория, вы знаете, то она ни под каким предлогом не может застраиваться. Ни под каким предлогом. Даже если она находится в очень красивых местах, даже в степной зоне Кубани. Помимо гражданских дел, судами Края в прошлом году было рассмотрено больше 24 тысяч уголовных дел и 270 тысяч административных. Несмотря на огромную нагрузку, в регионе низкий процент процессов, которые вышли за нормативные сроки. Судебная система в Крае постоянно совершенствуется. В прошлом году в регионе ввели практику автоматического распределения дел. Это одна из мер, которая позволит сделать процессы еще более объективными, а человеческий фактор свести к минимуму. Отремонтировать больше 500 километров региональных дорог планируют в текущем году. Развитие дорожной сети Краснодарского края обсудили на краевой планерке. Совещание провел в Краснодаре глава Кубани. В этом году на ремонт и строительство автотрасс предусмотрено больше 37 миллиардов рублей. Деньги уже направлены в местные бюджеты. Вместе с тем, некоторые сельские поселения рискуют не получить финансирование из-за отсутствия комплексных схем организации дорожного движения. Такая ситуация сложилась в Абширонском, Белоглинском, Калининском, Новопокровском, Туапсинском, Усть-Силабинском, Щербиновском районах. Вениамин Кондратьев поручил региональному Минтрансу разобраться в ситуации. Коллеги главы муниципальных образований понимают, что должна быть комплексная схема организации дорожного движения, а ее нет. То естественно, что мы ждем? Потому что денег в этом случае вы не получите при отсутствии вот этой схемы. Я не раз говорил, если чиновники не дорабатывают, неважно какие, муниципальные, краевые, страдают жители, страдают люди. И сегодня мне абсолютно не радостно в том, что нету 7 комплексных схем организации дорожного движения в этих районах. Потому что люди не получат дороги, ни районы не получат деньги, а люди не получат ремонтированные дороги, либо новые дороги, жители этих районов. Вот что сегодня должно нас всех беспокоить именно это. Так помогите им в рамках взаимодействия преодолеть эту ситуацию. Я сейчас обращаюсь к Алексею Дмитриевичу, как министру транспорта, потому что это для вас документ, который необходим для того, чтобы вы направили деньги в эти, в том числе, и всем районам. Губернатор также поручил ускорить работы по проектированию обхода Тимошевска и восточного подъезда в Краснодар. Сейчас на разной стадии реализации 15 крупных проектов. Среди них обход в станице Ленинградской, Новый Яблановский мост, подъездная дорога к поселку Афибскому. Известный российский правозащитник встретился с сочинскими общественниками. Член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека провел в городе несколько встреч с представителями местных ТОСов. Он познакомился с их работой, а также узнал, как в Сочи готовятся к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Расскажет Ольга Десятого. Рабочий день известного российского правозащитника Александра Брода в Сочи расписан буквально по минутам. Первая встреча в школе домкомов. Ее открыли два года назад для повышения правовой грамотности управдомов. В нашем микрорайоне порядка 80 многоквартирных домов. Практически все председатели многоквартирных домов или активные жители, которые получают информацию, приходят со своими вопросами, задают тему для будущих сходов. То есть актуальные темы, которых волнуют. Александр Брод познакомился с работой школы и отметил особую роль общественников в улучшении качества жизни не только отдельного дома, но и района и даже целого города. В Сочи действует 75 ТОСов. Сегодня это наиболее действенная форма участия жителей в местном самоуправлении. Александр Брод встретился с активистами ТОС в Хосте. Там рассказали, что важные решения по благоустройству района или ремонту дорог здесь принимают только с участием мнения горожан. ТОС Хоста работает и с управляющими компаниями. Активистам удается даже сдерживать рост тарифов. Управляющая компания всегда старается побольше поставить за метр квадратных, а услуга немножко отстает. Мы тогда начинаем с ними взаимодействовать, собираем мы домкомов, жителей, все это дело мы курируем и направляем их на то, чтобы они выполняли свои обязанности. Они взялись, вот их нанял народ, их наняли жители, они наемные работники. Для повышения эффективности местного самоуправления важна не только активная гражданская позиция общественников, но и законодательные инициативы. Об этом шла речь на встрече правозащитника с депутатами городского собрания Сочи. ТОС вообще наша главная опора и это активные люди, без которых мы вообще никуда не можем. Без их помощи, без их участия. Неравнодушные граждане, которые реально на себе несут достаточно большую общественную нагрузку. Мы надеемся, что он донесет до наших федеральных властей необходимость внесения изменений в законодательство, в частности 131 закон, о закреплении мотивации денежной, финансовой активных членов ТОСа, потому что действительно нагрузка у них большая. Больше внимания общественникам может быть уделено и в новой редакции Конституции. Сейчас готовится общероссийское голосование по поправкам в главный документ страны. Очень надеемся, что ко второму чтению мы увидим законопроект, посвященный поправкам в Конституцию Российской Федерации, как там будет сформулирован вопрос относительно местного самоуправления. Опыт Сочи мы готовы распространять и на региональном, на федеральном уровне. Понравилось то, что у местных общественников выстроены постоянные контакты и с мэрией города, и с другими ведомствами. К работе по уточнению списков участников голосования и просветительской работе с населением в Сочи готовы подключиться и ТОСы. Также Александр Брод рассказал, что в Краснодарском крае ведется работа по созданию стратегии развития гражданского общества. Ее задача – создание новых площадок для диалога общественников и власти. Также документ предполагает финансовую поддержку у некоммерческих организаций. В окончательной редакции стратегия может быть принята уже этой весной на гражданском форуме. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 3 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью – плюс 5, плюс 7. Днем – 12-14 градусов выше нуля. Температура морской воды – плюс 9. В Красной Поляне 3 марта переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью – плюс 1, плюс 3. Днем – плюс 9, плюс 11. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 1 и 2 марта 1945-го войска 1-го Украинского фронта наносят удары по группировке врага в районе Бреслау в Селезии. Соединения Красной Армии продолжают сжимать кольцо вокруг сосредоточенной в городе группировки противника. Артиллеристы подавили более 90 огневых точек немцев. Жестокие бои шли на территории крупного металлургического завода «Вольф». В самом Бреслау фашисты установили на улицах и во дворах тысячи мин. Расчищать путь пехоте пришлось саперам. В Бреслау нашим войскам целиком сдалась в плен рота «Фольксштурма». Туда зачисляли последние кадровые резервы фашистской Германии – стариков и подростков. Солдаты во главе с командиром с поднятыми руками сами пришли в расположение советских войск. Газета «Красная звезда» пишет о подвиге старшины Дубасова. В течение шести часов он один сражался в окруженном немцами доме. Был два раза ранен, но не оставил пост. Более того, перебегая от одного окна к другому, уничтожил десятки вражеских солдат. Ему удалось дождаться подкрепления. На освобожденных территориях полным ходом идет восстановление народного хозяйства. В Криворожье вступила в строй шахта имени Кирова, одна из крупнейших в угольном бассейне. Она была сильно разрушена немецкими оккупантами. Шахтеры уже дали первые тысячи тонн руды. А в Литве и вовсе началась подготовка к урожному сезону. Открываются санатории и восстанавливаются курортные местечки. Комсомольцы из Вологды организовали сбор подарков детям фронтовиков. По трём городам и 16 районам собрано более 150 тысяч рублей. Сотни пудов хлеба, картофеля, молочных продуктов. 10 тысяч детей-фронтовиков получили продуктовые подарки. А 360 отличникам, чьи родители в это время воевали, установили стипендию 100 рублей. ЕГЭ по-взрослому. В Сочи родители сдавали единый госэкзамен. Для того, чтобы унять волнение взрослых, Рособранадзор уже четвёртый год подряд проводит всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Так ли страшен экзамен, как о нём говорят? Ответ на этот вопрос в материале Татьяны Говорковой. Общественные наблюдатели с табличками. В руках родителей только ручка и паспорт. С напутственными словами выступают представители управления образования и управления по надзору и контролю. Так проходят традиционные линейки перед стартом экзамена. Аналогичен и проход через металлические рамки. Охранник тщательно следит за тем, чтобы ни один телефон не был пронесён. После осмотра родители отправились в аудиторию сдавать ЕГЭ по истории. В кабинетах абсолютная тишина. Взрослые сидят, как и дети, по одному за партой на том месте, которое выбрал компьютер. После инструктажа о правилах заполнения бланков члены комиссии вводят свой код и распечатывают так называемые кимы – контрольно-измерительные материалы. Всё, как на реальном ЕГЭ. Учителя, несмотря на то, что экзамен понарошку, ведут себя строго. За обстановкой в аудиториях и коридоре также следит всевидящее око. Камера видеонаблюдения у нас во всех пунктах ЕГЭ. И ведётся онлайн-наблюдение. То есть вы можете посмотреть в режиме реального времени. В штабе сидит специальный человек, который наблюдает за тем, что происходит в аудитории. Со звуком и с хорошим изображением. В аудиториях стоят не меньше двух камер. Организаторы находятся и обязательно общественные наблюдатели. Так что процедура максимально открытая и она максимально объективная. Единственное отличие во взрослом ЕГЭ – меньше вопросов, а значит и время для сдачи экзамена сокращено. Он продолжался всего 45 минут. Школьники же сдают ЕГЭ по истории 3 часа 55 минут. Екатерина Горшинина, психолог по образованию, в своё время заканчивала советскую школу. Система сдачи экзаменов была другая. Вот и решила принять участие в акции, чтобы разобраться в процедуре и развеять некоторые опасения. Мне, конечно же, интересно, что будет чувствовать мой ребёнок, когда будет находиться на экзаменах, на ЕГЭ. И поэтому я решила попробовать, вообще посмотреть, как это всё происходит технически, но чтобы понимать, как мой ребёнок всё это будет делать. Это интересно, учитывая, что я заканчивала школу, это были экзамены, мы тянули билеты, это была совсем другая система. На самом деле, единый госэкзамен вызывает страх не только у школьников. Гораздо больше его боятся родители. Реваз Чкония лично принял участие в ЕГЭ и теперь ему стало спокойнее за своего ребёнка. Экзамены завали в нашем школе, а сейчас дети будут завали в других школах. Как бы психологическое давление, как учителя, как что интересно. Если ребёнок знает этот предмет, то он это и в своей школе сдаться, и в любом школе сдаться. ЕГЭ для родителей проводится по всей России с 2017 года и стал ежегодным, потому что оказался результативным. Благодаря такой акции родители знакомятся с процедурой сдачи экзамена и объясняют детям, что на самом деле он не так страшен, как о нём говорят. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Лучшие ученики школ Сочи будут бесплатно ездить в автобусах. Транспортная карта «Отличника» – так назвали новую пластиковую карту. Но по обслуживанию она в точности как пальма. Отличие в том, что на ней уже есть 40 бесплатных поездок. 110 карт «Отличника» отправились в сочинские школы к лучшим ученикам города. В чём особенность этой карты? Здесь школьник будет пользоваться ей бесплатно. На ней можно в месяц осуществить порядка 40 поездок. Точно так же для активации карты на неё надо положить небольшое количество денег, хотя бы 2 рубля для родителей, чтобы карта была активной. Дальше эта карта у школьника остаётся и может использоваться как обычная транспортная карта, которую можно пополнять и использовать для проезда в общественном транспорте. Каждая поездка будет зафиксирована в телефонном приложении «Транспортная карта». Для родителей это возможность проконтролировать перемещение ребёнка. Для удобства родителей, всех пассажиров, данной карты, школьников, есть мобильное приложение «Транспортная карта». И пусть никто не пугается, на карте указан нулевой баланс, потому что действительно денег на карте нет, это бесплатные поездки. И пассажиру будет выдан вот такой нулевой билетик, который является точно так же основанием для проезда. 110 отличившихся учеников выбраны не только по оценкам, но и по внешкольной нагрузке. Важным показателем оказались участие и победа в Олимпиадах. «Учитывая, что карта называется «Карта отличника», на самом деле у нас в городе более 4000 отличников, в данном случае для участия в проекте критериями отбора послужили позиции не только отличной успеваемости по учебным предметам, а также победа в Олимпиадах всероссийского уровня, участие в научно-практических конференциях. И вот таким образом 110 человек получили карты и стали участниками нового проекта». Проект «Карта отличника» в Сочи создан впервые, и уже сегодня ученики смогли поехать домой после уроков за счет средств транспортных компаний. «Это действительно подарок большой, первый год такой. И о том, что ребята, которые отлично учатся, победители Олимпиад, получили такую возможность двигаться в транспорте бесплатно. И это, конечно, большой мотиватор как для ребят, так, наверное, в первую очередь для родителей, которым большая такая помощь подспудная, финансовая, оказанная городом. Поэтому огромное спасибо. И я думаю, что с каждым годом количество таких ребят будет расти». Школьники отмечают, что эта карта по истечению бесплатных поездок все равно пригодится, ведь позже ее можно пополнять и оплачивать проезд бесконтактным способом, забыв про наличные. «Обычно я оплачивала наличными, и это было не всегда удобно, так как очень много мелочи в кармане, она всегда звенит, и как бы неудобно доставать. Но теперь есть возможность оплачивать карты, и это очень удобно, потому что достал, приложил, и все, в принципе расплатился. И мне кажется, для нас, для родителей, это большая финансовая поддержка». «Я все 9 лет своего обучения в школе учусь на «Отлично», и в этом году я стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. И благодаря этому у меня теперь есть возможность бесплатного проезда в муниципальном транспорте». Вопросы по использованию карты отличника и их распределению можно задать на горячей линии по номеру телефона, указанному на экране. «Танцуй, школа» в Сочи завершился третий сезон конкурса, который объединяет всех танцующих подростков города. На этот раз для определения сильнейшей команды на одной сцене сошлись ученики четырех сочинских школ. Седьмая, двенадцатая, двадцать вторая и двадцать пятая. Эти четыре школы вышли в финал проекта. Всего же в отборочном туре конкурса «Танцуй, школа» принимало участие девять образовательных учреждений. Судили участников выпускники хореографических училищ, Института культуры и искусств, руководители продюсерских центров и танцевальных ансамблей. Первыми на сцену вышли ученики школы номер 25. Образы ребят с заклеенными ртами создали атмосферу загадочности. Разгадка оказалась простой и жизненной. Не надо молчать, а о самом важном надо проявлять свои чувства и понимать друг друга. Так сыграть в движении не всегда удается даже взрослым артистам. Таков вердикт жюри. Выступавшая следом команда 22-й школы выбрала динамичный танец и молодежный задор в каждом движении. Отсюда ощущение школы, вечеринки и праздника. Танцоры школы номер 12 насытили свое выступление элементами современных танцевальных направлений, в том числе и брейк-данса. Завершали конкурс прошлогодние победители из школы номер 7. На сцене развернулась настоящая баталия двух миров – черного и белого. Несмотря на сложные связки, у ребят хватило времени на эмоции и живую игру. Оценки распределились следующим образом в лицее номер 22 – 84 балла, школа номер 25 – 87 баллов и по 95 баллов у школ 12 и 7. Определить победителя помогло СМС-голосование, проходившее во время выступлений. В итоге победу вновь праздновал танцевальный коллектив 7-й школы. Двукратные победители проекта «Танцуй школа» получили не только кубок, но и главный приз – 100 тысяч рублей от хоккейного клуба «Сочи» – организатора конкурса. «Мы победили! Мы сказали, мы придем чемпионами и выйдем чемпионами. Мы вышли второй раз чемпионами!» «Отпустила наконец-то. Очень долго готовились, очень нервничали, переживали за каждого участника. Но в итоге собрались команды и видите, что сделали. Победили снова». «Нужно настолько погрузиться в процесс подготовки к конкурсу и настолько отдаться ему полностью. Поэтому, как мы видим, многим школам это не по плечу. Но я очень надеюсь, что в следующем году те, кто сейчас сомневаются, те, которые сейчас думают, что не потянем, не сможем, они все-таки сделают этот шаг и примут участие в конкурсе и выступят в отборочном туре». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешиа. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.